Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа Автотуризм. Сегодня мы вас приглашаем в увлекательное путешествие по Грузии. И, конечно же, на автомобиле. Наше путешествие начинается в древнем гостеприимном многоликом и прекрасном Тавелиси. Старая крепость на рекала, средневековые бани, древние храмы, уютные дворики и балконы, достойны отдельного детального изучения. И автомобиль здесь не лучший товарищ. Потому что по Тавелиси можно и нужно гулять пешком. Только так, вкушая аромат цветущих деревьев, блюд национальной кухни и мягкого вина, можно узнать этот город, который, как радушный хозяин, будет держать вас в объятиях несколько дней. Имея в распоряжении автомобиль, нужно отправляться в путь немедленно. Куда? Решать вам. В нашем распоряжении новенький полноценный кроссовер Mazda CX-5. И мы решили использовать этот шанс, чтобы увидеть самую загадочную часть Грузии – Саванетию. Сегодня мы решили отправиться практически на другой конец Грузии, в Саванетию. Поездка очень длинная, поэтому лучше выехать заранее. Конечно же, мы будем останавливаться в самых интересных местах, постараться посмотреть что-то по дороге, но это более 500 километров и где-то в конце еще и по горам. Мы уже выхрестабелись в нужном направлении, но никаких указателей в месте через Саванетию нет. Мы едем по направлению Коти и Сухуми. На самом деле, по-хорошему, нужно заранее обзавестись либо навигатором, который знает местные дороги, либо карты. Но у нас есть вариант получше. Посмотрите назад. Молодежь бежит из деревни в город. Так устроен современный мир. Наши гиды Давид и Верико родом из Верхней Саванетии. Но давно сменили величие гор на городскую суету. Но при этом рады любой возможности повидать родных. О таких провожатых можно только мечтать. Грузинские дороги по большей части отменны. Трафик невелик. Виды за окном радуют глаз и не дают скучать. Редкие остановки только ради фотосессий и, конечно же, перекуса. Мы уже в дороге довольно долго, но обедать еще рано, потому что ехать далеко. Зато можно подкрепиться прямо на ходу. И для этого есть замечательная возможность. Можно купить вот такой вот сладкий хлеб, который называется «Назвуки». Что мы сейчас и сделаем. Вообще, конечно, питание за рулем никому не можем порекомендовать. Но все знают, что в дальней дороге кто-то, чтобы сэкономить время, едет что-то, пьет, что-то ест. Поэтому есть автомобиль где-то под стаканик, где-то удобные карманы. Удивительно, но местность за окном разнообразна. Складывается впечатление, что каждая долина, поворот, селение уникальны. Только что повсюду продавали хлеб. Внезапно на обочинах появились россыпи керамики, которая так же резко пропала, как и появилась. Последний оплот большой цивилизации – город Зугдиди. Здесь делаем финальную остановку, чтобы заправиться. Зальем самого качественно дорогого бензина. 95-й премиум. Бензин стоит 2,5 лари. В два раза дороже, чем в России. Благо, наша Мазда на диете и кушает скромно 8-9 литров на сотню. В Мегрелии на горизонте появляется то, что здесь называют горами. Большой Капказ сначала легко принять за облака. На Мираж не уходит. Это именно он. А значит, мы почти у цели. Ну что ж, вот мы и добрались до Сванетии. Это первая башня, или кошки, как их тут называют, первая сторожевая башня на пути в долину Ингурия, в нижнюю или княжескую Сванетию. Идеальный асфальт теперь изменится крутым серпантином. Не пожалейте и остановитесь, чтобы заглянуть в бездну гидроэлектростанции Ингурия, той самой, что питает электричеством всю Грузию. Мимо проехать просто невозможно. Асфальт появился здесь год назад, говорят, благодаря стараниям президента. Автомобиль от пропасти отделяет современное ограждение. Ехать можно быстро. Но памятники и часовни на поворотах напоминают о том, что жизнь скоротечна и дается только один раз. Встречных автомобилей почти нет. Один-два в полчаса. При встрече обязательно здороваются. Тут так принято. Если поим все вместе, можно не мыть машину, потому что в этом туннеле всегда работает круглогодичная бесплатная мойка. В горах темнеет рано. С каждым поворотом солнце уходит. Уже в сумерках неожиданно попадаем в пробку. Не может быть. Но причина банальна. Сошел сель и дорога размыта. Неужели попали? Но нет, людям не привыкать. Водители дружно раскидывают камни и самые смелые едут вперед. Что ж, клиренс нашего кроссовера позволяет, и мы решили рискнуть и преодолеть эту преграду сходу. Дальше все в полной темноте, пока вдруг вдалеке не замаячил свет. Это красиво подсвеченные снизу древние башни мести. Мы на месте. Просто не верится, что этот длинный день нашего автопутешествия подошел к концу. Мы проехали всего лишь 500 с небольшим километров. Ну, какие это были километры? И вот не верится, что сейчас мы находимся в той самой древней месте. Ну, честно говоря, то, что нас сейчас окружает, больше напоминает какой-то европейский курорт. Это Швейцария, это Шамани, Франция, не знаю. Но вдалеке, в свете прожекторов, уже видны те самые легендарные башни, которые стояли здесь веками. И мы их обязательно рассмотрим подробнее, но уже завтра. Еще одно утро в Грузии, и снова вся съемочная группа проспала. Но прошу заметить, что вино здесь совершенно ни при чем. Дело в том, что столица Сванетти Местия находится на высоте 2000 километров. Это попросту акклиматизация. Сегодня день отдыха для автомобиля, но не для нас. Мы отправляемся знакомиться с культурой одного из самых гордых и загадочных народов Кавказа. Пробираться по узким, извилистым и крутым улицам все же с подручной за рулем. Перепад высот пара сотен метров. С непривычки у нас равнинных до городских сразу лезут на плечо. А вот Сваны хоть бы хны. Даже старики лихо бегают вверх-вниз. Им не привыкать. Познакомиться с османской культурой лучше всего в фамильном музее семьи Маргьяни. Когда-то этому роду принадлежало целых 8 башен. Сегодня от них осталось только 4 и на них можно посмотреть. Эти вестницы с перилами сделаны уже в наше время для туристов. А Сваны поднимались в башне по веревочным лестницам, которые тут же забирали с собой. Итак, первый этаж Сванской боевой башни. Как видите, здесь довольно тесно и кроме вот этой полки ничего нет. Это понятно, здесь было хранилище. Хранили воду и провизию для того, чтобы выдержать длительную осаду. Следующий, второй этаж, это кухня. Здесь даже есть небольшое отверстие, которое, судя по всему, служило дымоходом. То есть поднимали провизию, готовили пищу и затем поднимались выше. Третий этаж, это уже жилое помещение. Вот здесь все закрывалось вот такими вот каменными люками, так, чтобы противник не смог пробиться снизу наверх. В этом глухом помещении имеется только одно окно-мойницы. Все герсоны эти большие, поэтому жилых этажей было два, чтобы все смогли разместиться. И только последние два этажа являлись боевыми. Как видите, здесь уже в каждой стороне есть окно. Отсюда можно вести наблюдение, в случае чего бросать на голову противника в камни, лить смолу или стрелять. Но основная боевая площадка еще выше. Вот такая построенная по всем правилам форсификация боевая башня могла выдержать осаду в течение нескольких месяцев. Мой дом, моя крепость, так могут сказать не только британцы, но и сваны. Ведь в каждой семье здесь есть одна, а то и несколько грозных башен, которые позволят выдержать осаду любого врага или природных стихий. Башня — это страховка. В мирное время семья живет в доме, который стоит у подножки и часто связан с башней с секретным подземным ходом. Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, дом состоит аж из целых трех этажей. Внизу это подвал хранения продуктов и тюрьма. Наверху летняя резиденция, зимой хранилище сена для скота. Основной же этаж второй. Он здесь посередине. В таком помещении могло зимовать более 20 человек с домашними животными. Причем каждому человеку вещи или животному было отведено свое место. Например, вот это стоило для овец и телят. Вот это для птицы, а здесь для коров и для быков. Быков ставили в самом конце и самым крайним ставили самого умного, смелого и сильного быка, который в случае, если в дом пытались пройти воры или враги, поднимал тревогу. Вот здесь стоит кресло старейшины рода. Здесь имел право сидеть только он, либо в редких исключениях очень дорогие гости. Напротив размещались дети, а вот здесь лавка для женщин и почетное место для мужчин. Еще одно священное место в доме Сванна – это холодильник. Да-да, не смейтесь, именно здесь не только хранили продукты для каждодневного потребления, здесь иногда также совершали жертвоприношения. Христианство пришло Сванетию в 8 веке, но отголоски язычества живы до сих пор. Они находят отражение повсюду, прежде всего в орнаментах ярко читается культ Солнца. Кстати, дому 800 лет, и самое главное, что сохранились не только каменные стены, но и вот эти деревянные перекрытия. Говорят, секрет прост. Все эти годы в этом доме не только жгли хвойные породы дерева, но и постоянно жарили мясо. Вся эта копоть и жир, конечно же, оседали на потолке, образуя естественный антикор, который сберег дерево на протяжении всех этих столетий. Очаг относительно молодой, 18 века, когда в Сванетии появилось железо, до этого они были каменными. Вот здесь должна лежать тонкая каменная плита, которая выполняла роль современной плиты, на ней могли жарить, печь хлеб и так далее. Готовили и мужчины, и женщины, но если дело касалось мяса, то сюда женщин не допускали. Женщины и сейчас бережно хранят семейный очаг, ведь хлеб здесь так и не научились покупать в магазине. В каждой семье его готовят сами, так как делали это сотни лет. Итак, вот он, горячий хлеб, называется пури. Таким же простым способом из-за ранее заготовленного теста можно приготовить какие-то блюда с начинкой. Если добавить сыр, получится хачапури, а если мясо, то кубдари, тоже национальное сванское блюдо. Посмотрите, какой горячий. Ммм, очень вкусно. Очень вкусно. Еще одна сванская традиция – горовосхождение. Сваны – прирожденные альпинисты, ведь с восхождениями связаны все стороны их жизни, будь то охота или поход в гости к соседям. Неудивительно, что самый известный советский альпинист родился именно здесь, вместе. Каждый покажет вам дорогу к дому, где вырос легендарный тигр-скал Михаил Хиргиани, покоритель множества сложнейших вершин. О нем слагали песни «Высоцкий» и «Висборг». Легенды о его восхождениях передаются из уст в уста. Его имя известно всем, кто ходит в горы на территории бывшего Союза и за его пределами. Уникальность Михаила Хиргиани была в том, что он являлся не просто альпинистом, но еще был блестящим скалолазом. С 1960 по 1967 год он выиграл все первенства Советского Союза в личном зачете. В то время по скалам лазили не в специальных скальных туфлях, а в обычных галошах. И вот они, галоши Михаила Хиргиани. Личные вещи, фотографии, награды – все это бережно хранит семья Хиргиани, подчас отдавая на содержание музея последние деньги. Здесь можно увидеть снаряжение, схему сложнейших восхождений, зайти в комнату, где любил отдыхать Михаил и прямо лежа на полу планировал свои дерзкие восхождения. Экспозиция продолжается в старой военной башне, но здесь нет рассказа о быте сванов. Вся экспозиция целиком посвящена альпинизму. Все это снаряжение Михаил делал своими руками. Так было принято в советские годы. Пожалуй, самая трогательная деталь этой экспозиции – это вот эта красная веревка. Именно вместе с ней 4 июля 1969 года в итальянских доломитах оборвалась жизнь величайшего советского альпиниста Михаила Хиргиани. Сейчас забота о светлой памяти Хиргиани лежит на плечах его родной сестры. Она с радостью показывает дом гостям, которые иной раз приезжают с другого конца света. Совсем недавно, 23 марта, здесь собирались друзья, поклонники товарища Михаила Хиргиани. В 2012 году, 23 марта, ему могло бы исполниться 80 лет. Итак, теперь мы знаем о Сванетии многое, но это лишь малая толика ее тайн и красот. Хотите узнать больше – отправляйтесь выше из цивилизованной мести в древнее высокогорное село Ужгуле. Сейчас, буквально через 10 километров, дорога периодически превращается в настоящий оффроуд. То есть это кылья, подтаявший снег и такая настоящая глиняная жижа. Очень нам повезло, что у нас сейчас кроссовер с полным приводом, а не с передним. Асфальт кончается вместе с последними домами. Дальше вроде приличный грейдер, но это ненадолго. Маленькие броды и грязь заставляют задуматься, но это цветочки по сравнению с тем, что ждет нас впереди. Дорога петляет вверх-вниз, других направлений здесь нет, как и стричных машин. В редких селениях встречаем удивленные взоры жителей. Таких автомобилей, как наш, да еще с российскими номерами, здесь не видели никогда. Наши гиды спокойны, но дорога в нормальном понимании кончилась. Теперь это тропа, где иногда нужно пробираться. По дороге мы переваливаем из одной долины в другую. Перепад высот на, по ощущениям, метров 500, не меньше. Это, конечно же, сразу бьет по ушам. Но вождение настолько азартное, что невольно втягиваешься и вот по этим змеиным дорожкам с неплохим грейдерным покрытием, но, к сожалению, всех в столом снегу и в лужах, едем с приличной скоростью по весным меркам – 40 км в час. Заехали в еще какое-то село. Здесь уже приходится ехать непосредственно между вот этих старинных башен. Но наш путь лежит дальше. Это еще не уж гули, нам ехать и ехать. В отличие от мести, в верхних селах Сванетии совсем наверху такое ощущение, что ты попал в каменный век. Где-то изредка в булыжных стенах мелькнет современный стеклопакет. Но это такая редкость. В основном ты ощущаешь, как будто ты вернулся лет на 200, на 300 назад. И люди так здесь до сих пор живут. Есть места, вот такие скальные прижимы, где нужно приезжать быстрее, потому что постоянно падают камни. Наверное, мы сошли с ума, послушав советов, что мы проедем. Но теперь поздно. Чтобы развернуться на этой тропе, нужно сдавать назад пару сотен метров. А это страшнее, чем продолжать двигаться вперед. Вот это все, еще вверх метра на полтора, это снежная лавина, при том, что она уже оттаяла. Она была гораздо выше. Как вы видите, ширина порядка 40 метров. Когда сходит такая лавина, верхние села, включая ужгули, отрезаны от мира на неделю, а то и на две. Я такого никогда не видел в жизни. Это напоминает, наверное, по фотографиям Чуйский тракт. Скальные прижимы, внизу пропасть, и вот здесь нигде нельзя останавливаться, потому что порода очень сыпучая. То есть камни могут упасть в любой момент. Кто бы мог подумать, что полсотни километров надо ехать полдня. Гиды уже реже поют песни, а на разбор завалов мы выходим молча без команды. Это стало привычкой. Наконец горы раздвинулись, и ущелье вывело в огромную долину. Вот они, башни древнего высокогорного села Ужгули, любимой резиденции легендарной царицы Тамары. До них пара километров. К сожалению, нам они даются с большим трудом. Отступать, когда осталось 300 метров до Ужгули, но это просто не в наших правилах. Тем более, что машина может пройти. Резина не очень хорошая. И рано протаяла колея. Сегодня проходили уазики, пробили лед, и нам в эту колею никак нельзя с нашим клиренсом. Испытания оффроудом закончились только у первого забора селения. Друзья, вы теперь понимаете, ради чего были все эти страдания и приключения? Ради того, чтобы видеть вот эти башни, которым почти две тысячи лет. Нас окружает главное не делать резких движений. Слава богу, что машины синего цвета, а не красного. Ой, рога-то у всех острая. Друзья, ну что ж, сегодня нам не повезло, причем не повезло дважды. Во-первых, мы сегодня не увидим самую высокую гору Грузии. Это 5060 метров. Имя этой горы, которая скрыта вот там в облаках, известно всем советским альпинистам. Это легендарная Шхара. Собственно, на эту вершину ходят и с этой стороны, из Сванетти, и со стороны России, из Кабардино-Балкарии, из альплагеря Безинги. Именно от этой вершины начинается огромный знаменитый горный массив, который у нас называется Безинги, а здесь Сваны так и называют его целиком Шхара. Выбравшись из грязи, мы бросили автомобиль на первом твердом пятачке. Древним башням Нижарадзе лучше в это время года идти пешком. Ругательное слово ЖКХ здесь неведомо и придет лет через 200, не раньше. К домам по городским меркам нужно пробираться. Мы ищем Заура Нижарадзе, учителя местной школы, дома у которого есть небольшой краеведческий музей. В доме учителя физкультуры местной Ужгульской школы Заура Нижарадзе есть музей. Он посвящен сванскому альпинисту Гураму Тикарадзе, который погиб еще в 60-м году. Это не что иное, как частный краеведческий музей, где собраны и охотничьи трофеи, которые лично добыл Заур. Это животные, которые обитают здесь, в горах. Домашний музей – это большая страсть Заура. Здесь нет музейной систематики и классификации. Но так даже лучше. Каждый предмет как будто с душой и со своей историей, которую обязательно поведает хозяин. Раньше в 10 километрах был альплагерь Ай-Лама. Советские туристы и альпинисты были частыми гостями в доме Заура. Времена изменились. Сейчас сезон, здесь чаще услышишь английскую или немецкую речь. Возвращаться нужно и нам, но только с тем, чтобы обязательно вернуться, ведь многое осталось неувиденным. Туризм здесь развит. Остановиться можно практически у любого за 40-50 лари в день. Кормят на убой, прокатят на лошадях и уазиках только в сезон. Наше путешествие – сплошная авантюра. Чистая случайность, что мы вообще добрались до древних башен. Спасибо нашим гидам и скромному кроссоверу, о котором мы теперь можем сказать только «Ваймэй! Мощина-зверь!» Но все это стоило того и было не зря. Главное – не повторяйте наших ошибок. С Ванеттию на автомобиле надо ехать летом, а оно здесь начинается в середине июня. И ехать нужно непременно. Непременно.